Где-то в Америке горела церковь. Собралась большая толпа зрителей. Среди этой толпы пастор горевшей церкви узнал известного в этом городе атеиста. Обратившись к нему, пастор сказал, вот и дело, когда церковь стояла, то вы не заходили, а теперь, когда она горит, вы пришли. Да, ответил атеист, если бы ваша церковь всегда горела, то я регулярно посещал бы ее. Огонь. Вот в чем церковь нуждается, дорогие мои. Это самое сильное оружие против безбожия. Одному, чему противники Евангелия не могут противостоять – огню Духа Святого. Христос сказал, огонь пришел я, не звесть на землю. Отсутствие этого-то огня апостол Павел и обнаружил, когда пришел в город Эфес, о чем мы читаем в 19 главе книги Деяний апостолов. Тут мы читаем так. Во время пребывания Аполлоса в Каринфе Павел прошед верхние страны, прибыл в Эфес и, нашед там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовавшие. Когда Павел вошел в контакт с этими учениками в Эфесе, он сразу обнаружил, что им чего-то недоставало. Да, он нашел, что они много имели, но не все, главного не было. В своем познании и в своем опыте они достигли определенного пункта, но при нем они остановились. И Павел это сразу обнаружил. Он обнаружил, что они жизни не имели силой Духа Святого. Отсутствовали определенные неподражаемые признаки Духа в этих учениках. И мастер-врач, апостол Павел, положил палец на причину недуга и спрашивает их, приняли ли вы Святого Духа, уверовавший. И как ответили они ему, слушайте, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Но во что же вы крестились? Дальше спросил их апостол Павел. И они ответили ему, вьянного крещения. Этот текст имеет огромное значение для каждого из нас. И, дорогие мои, Господь хочет нам нечто важное сказать сегодня. Вы заметили, что Павел, придя в Ефес, нашел там, как сказано, некоторых учеников. Тут не написано, что он нашел в Ефесе христиан. Они не были христиане. Они были еврейские ученики, научаемые Аполлосом. Правда, он учил их о Господе Иисусе, как сказано в предыдущей главе. И при том, то, что он учил, учил он правильно. Так что эти ученики верили в Иисуса Христа, поскольку Аполлос сам знал о нем. Но беда была в том, что знание Аполлоса о Христе было ограничено. И никакой проповедник не может поднять своих слушателей выше того уровня духовной жизни, который он сам достиг. Их опыт и уровень духовной жизни дошли только до иоанново крещения. И что это значило? Крещение Иоаннова было крещением покаяния. А проповедь его была, чтобы его последователи верили в грядущего по нем Спасителя, Ангца Божия. Иоанн также говорил, что сей Христос крестит их Духом Святым и Огнем. Но поскольку Иоанн проповедовал, то он указывал на будущее. И вот эти его ученики были в ожидании исполнения этих обетований, не зная, что тот Христос, которого Иоанн возвещал, уже и умер, и воскрес, и что Дух Святой уже был послан на эту землю. Всего этого они не знали и не пережили. Поэтому нельзя сказать, что они были христиане, то есть верующие по новозаветному смыслу этого слова. Вот почему апостол Павел в первую же очередь спрашивает их, самый существенный вопрос, приняли ли вы Святого Духа? Вы заметили, он не спросил их, верующие ли вы, или даже веруете ли вы Христа? В таком случае они бы ему ответили положительно. Конечно, верим. И верим, что Иисус Христос обещанный Мессия. Поскольку они имели знания, постольку они верили, но это было недостаточно. Они во всем были правы, в том, чему верили. Но, увы, отсутствовала главное – жизнь, Дух Святой. Сегодня слушают меня многие, которые, если их спросить, верят ли они в Бога и в Иисуса Христа, то без запинки сказали бы, что «Да, конечно, верим». И это хорошо. Но разрешите теперь задать вам второй вопрос. Тот же, который апостол Павел задал ученикам в Ефесе. Приняли ли вы Святого Духа, уверовавший? Такова ли ваша вера в Иисуса, что в результате этой веры вы приняли Духа Божьего? Это важный вопрос. Да, наиважнейший, который можно задать человеку. Есть сотни, тысячи и даже миллионы, которые до той или иной степени верят в Иисуса Христа, но которые никогда не приняли Духа Святого, которые никогда не родились от Духа. Религии они имеют, но без жизни. Принципы – да, но без ревности. Добрые дела, но без энтузиазма. Молитвы и проповеди, но, увы, без огня. Возлюбленные – это все форма. Одни рамки, оболочки. Без главного, без жизни, без Духа Божьего. Приняли ли вы Духа Святого, уверовавший? Почему это такой важный вопрос? А потому, дорогие мои, что Дух Святой является автором жизни. Если ты, мой друг, уверовавший, не стал причастником Духа Святого, то верование твое было мертвое, умственное. Ты жизни вечной не имеешь. Что может быть яснее, чем то, что апостол Павел написал верующим в Риме? Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Не думайте, что тут разговор идет о двух Духах. Что якобы Дух Христов и Дух Святой не то же третье лицо Святой Троицы. Тут ясно апостол Павел, говоря о Духе Христовом, имеет в виду Духа Святого. И тот, кто Его не имеет, тот и не Христов. То есть, Он не чадо Божие. Быть членом семейства Божия значит иметь Божьего Духа, Божию жизнь. Точно так же, как Я сын Моих родителей, так как получил жизнь от них. Заметьте теперь, как только Павел сказал им всю истину, что Христос уже пришел и умер и воскрес и послал Духа Святого, то они сразу крестились во имя Господа Иисуса. Но кто-то скажет, вот видите, они не были крещены во имя Троиединого Бога, а только во имя Господа Иисуса. Люди, которые так рассуждают, не понимают значения этих слов. Лука хочет этим лишь показать, что уверовавшие эти ученики в контраст их прошлого верования, которое характеризовалось иоанновым крещением, теперь утвердили свою веру в Иисуса крещением иным, так называемым Иисусовым крещением. Следует понимать во имя, как в авторитет, в силу данного имени. Но не дошло в нас, что, мол, должно креститься только во имя Иисуса. Христос ясно сказал, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Почему я это подчеркиваю? А потому что существует такое ложное учение, утверждающее, что только крещение во имя Иисуса верное, и поэтому крещение во имя Отца и Сына и Духа Святого не актуально. Они, эти люди, настаивают, что те, которые крестили свое имя Троиединого Бога, должны вновь креститься во имя Иисуса. Это обман. Христос велел крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Какие могут тут быть аргументы для иного метода крещения? Слово Спасителя достаточно, оно решающее. И так мы видим, что эти ученики Иоанновы, когда услышали полное Евангелие, которое возвестил им Павел, то в тот самый момент они приняли Духа Святого. Павел упоминает им об этом в своем послании такими словами. В нем, то есть во Христе, и вы, услышавши Слово Истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены были обитованным Святым Духом. Иначе говоря, уверовавши в Иисуса Христа, распятого и воскресшего, они приняли Духа Святого, то есть были им запечатлены, они теперь принадлежали Богу. Дух Святой положил свою печать, что стал в них обитать. Это, возлюбленные, и есть значение возрождения, второго рождения, нового создания во Христе Иисусе. Дух Божий, жизнь Божия вселяется в нас, и мы делаемся храмами Божьими. Есть ли признаки, по которым можно распознать человека, живет ли в нем Дух Святой или нет? Конечно, что да. Отсутствие этих достоверенных доказательств жизни Божией и заставило Павла спросить их, приняли ли вы Святого Духа, уверовавший. Дорогие мои, божественную жизнь Духа Святого невозможно скрыть. Всякая жизнь требует выражения, тем падче Божия жизнь. И как же она проявляется? За это короткое время, которое в нашем распоряжении, мы не можем привести все те многообразные проявления, которые так характерны Духу Святому. Но позвольте упомянуть одно из многих доказательств, что человек принял Духа Святого, уверовавший. Первый и наиважнейший признак, что человек принял Духа Святого, это то, что в нем пребывает любовь, которой он раньше не имел. Первый плод Духа Святого, который совокупляет все плоды, это любовь. В послании римлянам сказано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Апостол Иоанн суммировал эту истину такими словами. Мы, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Одно, что характеризовало первых христиан, была их любовь к Христу и один к другому. Приняли ли вы Духа Святого, уверовавший? Проверьте себя, потому что говорит Слово Божие. Слушайте, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Да, я могу говорить языками человеческими и ангельскими, а если любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Притом я могу и пророчествовать, и совершать чудеса, а любви не иметь, то я ничто, говорит Слово Божие. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, и не любящий брата, пребывает в смерти. Так говорит Слово Божие. Но, возлюбленные, принятие Духа Святого – это начальный акт, которому Бог дал свое подтверждение тем, что Он обильно излил в сердца наши свою любовь. Но, дорогие мои, это не конец, это только начало. Господь хочет, чтобы мы утвердились более и более в познании Его любви. О чем первым молит апостол Павел за верующих в Филиппах? Послушайте. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». А послушайте, с какой ревностью он молит за этих же верующих в Эфесе несколько лет позже, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразумить превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Возлюбленные братья и сестры, если мы не сделали нашей целью, нашей молитвой, нашим одним желанием и стремлением возрастать и углубляться более и более в любви Христовой, тогда мы обречены на полную неудачу. Любовь никогда не остается на одном уровне. Она должна или подниматься, или постепенно понижаться. Это характерно любви. Вот почему молитвы Павла были, чтобы верующие все более и более, глубже и глубже, укоренялись и утверждались в любви. Мой друг, горит ли сегодня в твоем сердце огонь его любви? Если хочешь проверить, каково твое духовное состояние, то спроси себя, пламенеет ли любовь Христова во мне больше или меньше, чем когда я сперва уверовал? В своем послании несколько лет спустя Павел написал эфесским верующим такие слова. Не оскорбляйте Духа Божия, иначе говоря, не давайте место никому и ничему в ваших сердцах, которое заняло то первое место, должное Христу. Сколько есть идолов, которые подрывают престол нашего сердца. Дорогие мои, единственное противоядие этим соперникам – исполняться Духом. Не один раз или два, но постоянно. Он хочет, чтобы ты сейчас был исполнен им Духом любви. Приняли ли вы Святого Духа, уверовавший? Ученики в эфесе приняли, и все стало ново. Читайте 19 главу Деяния апостолов. В этом городе произошла целая революция. Уверовавшие исполнились любовью Божией. Образовалась чудная живая церковь. Позже, как мы уже упомянули, Павел написал им пламенное письмо послания эфесянам. Но это не все, что мы знаем о церкви в эфесе. Есть еще одно послание, которое сам Господь, в кого они, уверовав, получили Святого Духа, послал им через Яна. И, увы, в этом письме мы читаем такие печальные слова. «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Как прискорбно звучат эти слова, дорогие мои. Церковь, которая когда-то пламенела любовью, где-то и как-то утратила эту первую ничем незаменимую любовь. Она все другое имела, и дела, и труд, и терпение, и ортодоксальность, то есть верность к слову, и дисциплину. Она много пострадала и много трудилась для имени Христова и не изнемогала. Все это похвально, все это нужно, все это желательно. Но если нет главного, тогда Спаситель огорчен. Видите, братья и сестры, все эти добрые качества стали на первом месте. Они заняли престол сердца, узурпировали право Спасителя. Однажды я прочел такой случай. Между одним отцом и его 12-летней дочерью была особая привязанность. Они были большими друзьями и сильно любили друг друга. Но вот вдруг отец заметил продолжительное отсутствие своей дочери. Это отчуждение непонятно было для отца, и он это сильно переживал. Обыкновенно они ходили на прогулки, но теперь дочь все отговаривала с тем, что занята. Хотя ему это было больно, но он решил ничего не говорить ей об этом. Вскоре после этого настал день рождения отца. Девочка врывается в комнату с радостной улыбкой, целуя папу, говорит, папенька, поздравляю тебя. Вот я принесла тебе подарочек. В пакетике были красивые носки. О, какие чудные носки ты мне купила. О, нет, папа, я их не купила. Я их сама сделала. С восторгом воскликнула девочка. Отец взял дочь в свои объятия, крепко ее поцеловал и сказал, а теперь все понятно. Ты их за последних три месяца вязала, не так ли? Да. А как ты знаешь? Спросила дочь. Так, моя милая, за эти три месяца я так заскучал о твоей любви, так я хотел иметь тебя при себе, но ты была слишком занята. Для меня ты дороже, чем то, что ты можешь для меня сделать. Может быть, ты в следующий раз лучше купишь подарок. Не говорит ли нам этот пример много? Иногда мы так заняты, да, Божьим делом, что не имеем времени для того, который так жаждет нашей любви. Что сказал Христос церкви, которая оставила свою первую любовь? Покайся и твори прежние дела. Господь призывает к свежему началу. Вспомни, откуда ты не спал. Вернись к тому месту, где ты меня оставил. Вспомни эти чудные дни первой твоей любви ко мне. Открой свое сердце и дай Духу Святому вновь исполнить тебя моей любовью. О, возлюбленные мои, пусть сам Дух Святой укажет сейчас каждому из нас значение этих слов. Господь жаждет твоего общения. Он стоит у двери сердца и стучит. Он хочет иметь первое в нем место. А если ты еще не уверовал в Христа, ты еще не принял Духа Святого, то сделай это сейчас. Покайся и веруй в Евангелие, и получишь дар Святого Духа. Пусть Господь поможет каждому из нас.